Меч рыцарей ордена храма Соломона. Такой необычный багаж российские таможенники обнаружили в дамской сумочке женщины из Грузии, которая пыталась пересечь границу. Ценный трофей привезли на постоянное хранение в музей Приво по личной просьбе руководства дома офицеров. Только в Самаре при гарнизоне развернуто научное экспедиционное отделение, занимающееся сбором огнестрельного и холодного оружия разных эпох. История ордена тамплиеров, она очень загадочная. Это рыцари-храмовники, она потрясла всю Европу, породила множество романов, сказаний и поисков сокровищ этих. Вот мы можем считать, что одно из этих сокровищ мы нашли, более позднего, конечно, производства. Но нам интересно, что эта легенда в том числе и к нам зайдет. Поэтому в нашем музее мы сможем рассказывать как-то, в том числе историю рыцарства, историю мечей. А кроме того, так как меч был ритуальный, он был, да и есть сейчас, очень красиво изготовлен, украшен. И поэтому, я думаю, представит значительный интерес как экспонат для детей. Мечтамплиеров, по сути, не является оружием. Его использовали члены ордена для проведения ритуалов посвящения в рыцари. Длина от эстрияда рукоятки 94 сантиметров. Надпись на клинке говорит о том, что артефакт изготовили в США в городе Детройт. Российские эксперты оценили его в тысячу американских долларов. Любой предмет, который по внешнему виду напоминает культурную ценность, подлежит экспертизе. Экспертизу проводит эксперт, аттестованный Министерством культуры Российской Федерации. Подтверждено, что данный предмет имеет историческую и культурную ценность. Практически таких вещей у нас не было. Это единственное. Потому что есть боевые сабли, шашки. Меч ритуальный, он не боевой, но это единственный. Поэтому он представляет ценность большую. Ежегодно в Министерство культуры России передается до трех тысяч конфискованных предметов старины. Иконы, драгоценности, уникальные археологические раскопки. И в том числе военные атрибуты. Поэтому масонский меч, уверены сотрудники музея, не последнее ценное приобретение.